Маттиас Шиндлер родом из Баварии. Сегодня рассказывает гостям о путешествии по России. Он уже 11 лет живет в Нижнем Тагиле и ни разу о своем выборе не пожалел. В 32-й школе он помогает преподавателям организовывать различные праздники. Досуг предпочитает проводить в рамках лучших русских национальных традиций. Очень много интересных вещей. Россия большая страна, культурная природа. Поэтому могу просто сказать, что я люблю шашлык, ходить в баню, походы в природу. Примерно в этом году я был при Поларном Урале. Там просто здорово, замечательно. Делегация из 18 школьников Германии прибыла сегодня ночью на поезде из Москвы. В течение нескольких дней у них была возможность познакомиться со столицей самой большой мировой державы. Родители с Андре Вигельм разговаривают по-русски. Дочь захотела пойти по их стопам. Да, мы были в Москве один целый день. Мы видели Красную площадку и Кремль. И потом мы ездили на поезде 30 часов. И мы там видели ландшафт. Да, ландшафт. В одной из школ Эльвангина русские школьники изучают, как второй иностранный. В учебном учреждении, рассказывает преподаватель Аннет Видман, язык пользуется большой популярностью. Связь с Россией там считают важным аспектом и по возвращению на родину планируют представить проект «Немецкие корни на Урале». Именно в Германии очень много переселенцев, много тех, которые когда-то переселились из Казахстана, из России в Германию. И много из них не знают их корни здесь в России, не знают историю. Но, по-моему, именно эта история российских немцев связывает нас. В этом году межшкольному проекту исполняется пять лет. Три из них ежегодно происходит обмен. Весной текельские старшеклассники ездили на стажировку в Германию и жили в немецких семьях. Сегодня с ответным визитом они приехали к ним в Россию. Для меня, например, этот приоритетный проект, так как дети имеют возможность жить в семье и наблюдать за традициями, культурой, бытом изнутри. Когда они ездят по туристической путевке с родителями, это немножко другое. Они видят внешний лоск, но не видят внутреннюю сторону, оборотную сторону, что называется. Немецкий язык в 32-й школе является приоритетным и изучается с первого класса. Также в учебном учреждении находится пункт сдачи экзамена для получения диплома, который подтверждает уровень владения. Многие учащиеся этим пользуются и находят себя в профессиональной деятельности. Благодаря постоянной языковой практике у школьников есть возможность улучшать свой немецкий. Таким образом, выпускники могут сдавать экзамен на ДСД-диплом и обучаться в любом вузе Германии без дополнительных испытаний. Школьники из Ильвангена будут учиться в 32-й всю неделю. Анна Хабарова, Львов Шевченко, Павел Соложнин. Новости Тагиу-ТВ.